Ситуация в регионе с распространением вируса контролируется. Все принимаемые меры направлены на упреждение, чтобы не допустить распространения инфекции. Что касается принимаемых мер, мы полностью синхронизируем свои действия с Федеральным Центром и считаю это абсолютно правильным. Первое. Разворачиваются дополнительные койко-места в стационарах. Будут задействованы несколько учреждений. Усиливаем кадровое медицинское звено, привлекаем студентов, ординаторов, профильных образовательных учреждений. Второе. Более 20 промышленных предприятий области перепрофилированы на изготовление средств индивидуальной защиты. В приоритетном порядке ими обеспечиваются медики и сотрудники оперативных служб. Началось поступление масок в торговые сети, но здесь хотел бы подчеркнуть и акцентирую, и министр промышленности, и те ответственные лица, кто отвечает лице зампреда Разделкина, должны доводить до населения конкретные места сегодня реализации средств защиты. Что касается мер для населения, ограничения преследует цель минимизировать контакты между людьми. Поэтому для населения всех возрастов строго регламентирован выход из дома за товарами первой необходимости. Исключены прогулки по городу, поездки на личном автотранспорте без крайней необходимости. Требуется жесткое соблюдение дистанции в общественном транспорте, аптеках, магазинах, рынках. Сегодня самое главное максимально проинформировать население о мерах профилактики, чтобы людям был понятен распорядок жизни в этой непростой ситуации. Хочу заверить вас, что все решения, принимаемые органами власти, продуманы, адекватны сегодняшним риском. Базируется на рекомендациях вирусологов, отношение ко всем мероприятиям должно быть у всех у нас ответственным. Мы принимаем самые жесткие меры, зная, что в конечном счете они дадут необходимый эффект. 31 марта постановлением правительства Саратовской области номер 233 ограничительные мероприятия на территории области введена пропускная система для граждан в связи с угрозой о спасении коронавирусной инфекции. Коллеги, до настоящего времени в регионе было зарегистрировано 4 пациента с заболеванием инфекции соответствующей. На сегодня один из пациентов выписан, и это факт. На сегодня официально подтверждено еще 11 пациентов с заболеванием новой коронавирусной инфекцией. В целом это составляет 15 человек. Один из них выздоровел и сегодня, вчера, и из подкарантина отпущен, выписан. В целях неиспространения коронавирусной инфекции на территории области хочу подробно остановиться именно в рамках вчерашнего постановления о пропускной системе и пояснить для жителей региона, как она будет работать. В соответствующем постановлении определен порядок действия всех органов власти. На самом деле есть, как прикладывается, предложение, где определен формат того удостоверения и пропуска, который выписывается для тех людей, которые работают на предприятиях, жизнеобеспечивающих и работающих в круглосуточном режиме. Меток весь перечень отформатирован и имеет свободный допуск. Каждое руководитель предприятия, которое имеет право работать на сегодняшний день с учетом обеспечения жизнедеятельности, готовит список своих работников, где указывается фамилия и имя отчества этого работника, гражданина и его паспортные данные. Эти списки, утвержденные руководительными предприятиями, подаются в органы исполнительной власти по месту жительства. Это из Саратов заводской района, значит, в заводской район, в администрацию заводского района, Ленинский, Ленинский, Октябрьский, Октябрьский и так дальше. Все это касается всех районов Саратовской области. Соответственно, решением специально выделенного органа в рамках исполнительной власти города и городов районных областей акцептируется данный пропуск путем установки печати. Эти пропуска доводятся до работающих и являются той формой, которая решает передвижение в любое время суток на территории Саратовской области. Вот такой порядок определен и действует с сегодняшнего дня. Мы определили срок выдачи этих пропусков 2 апреля текущего года. Во-первых, мне бы хотелось поблагодарить, Валерий Васильевич, всех медицинских работников, которые на сегодняшний день уже работают в очень интенсивном режиме. Это касается и амбулаторного звена, и скорой помощи, и стационаров в том числе. Конечно, на сегодняшний день большая нагрузка легла на амбулаторное звено и скорую помощь, ввиду того, что мы приняли большое количество граждан, которые побывали в зарубежных повестках и были отнесены к категории, за которыми необходимо было осуществить наблюдение. Несмотря на режим самоизоляции, мы вынуждены были осуществлять телефонные звонки, узнавать о состоянии здоровья, кому-то приходилось выходить на дом, посещать адреса. У нас для этих целей было задействовано более 3000 медицинских работников, 280 транспортных средств, то есть это действительно была мобилизация. И мы увидели, что даже на сегодняшний день количество обращений на скорую помощь ежедневной, если в предыдущие периоды, периоды РВИ, у нас было по городу Саратовый большой индикатор, самый большой крупный центр, по тысячу вызовов, то сегодня их нет 800. То есть и население в том числе уже мобилизовалось. Приглашают врача на дом, врачи выходят на дом, мы перевели в поликлинике преимущественно режим работы на дому. На сегодняшний день задействованы волонтеры, медики, ординаторы, студенты 6-го курса, то есть выпускного курса, которые сами подтвердили желание и высказали такое мнение, несмотря на период, который у них сейчас условный, каникулярный, осуществлять помощь медицинским работникам и быть в роли помощника врача. На сегодняшний день уже есть лица, которые сняты с учета в связи с завершением карантинного периода, и они не проявились заболеванием. Достаточно много выдано больничных листов. Я на брифингах тоже говорила, порядка почти 700 больничных листов определено 3 медицинские организации. Через личные кабинеты работников выдается больничный лист, то есть без посещения медицинской организации. Сегодня мы поставили вопрос перед нашим сообществом медицинским, в том числе и доставка рецептов на дом, для того, чтобы лица, страдающие хроническими заболеваниями, еще право на льготное лекарственное обеспечение не посещали учреждения. И мы будем контролировать этот процесс со стороны медицинских работников по порядку выполнения. Две медицинские организации сегодня принимают пациентов уже с коронавирусной инфекцией. Один пациент выписан. Мы обязаны проконтролировать, получить только отрицательный результат с двукратным исследованием. Обычно это делается на 10-12 день с интервалом, там по 2 дня. И только при наличии двух отрицательных результатов возможно выписка пациента из стационара. Легкие формы коронавирусной инфекции допустимо лечить на дому в согласии пациента при наличии рекомендации врача и условий пребывания в домашних условиях. Является ли в период этих ограничительных мер нахождение гражданина на улице без уважительной причины, то есть это не поход по магазинам, без пропуска, является ли это незаконным и, соответственно, влечет ли это какую-то либо ответственность, например, административного. На сегодняшний день нахождение гражданина на улице без особой причины не наказывается. Мы сегодня обратились ко всем жителям Саратовской области заняться режимом самоизоляции для нераспространения инфекции. Но дальше отношение к этим гражданам будет только усиливаться, с учетом, если будут какие-то изменения в реальной ситуации. Мы еще раз очень просим, чтобы граждане не выходили из домов и выходили на режим самоизоляции. Все-таки, вот, Александр Михайлович, хотелось бы немножко поконкретнее. Все-таки отношение к гражданам будет усиливаться. То есть это какие-то же меры, если сейчас нет этих мер воздействия, то это либо должен быть как бы усилен режим, то есть там, например... Совершенно верно вы говорите, в случае, у нас сегодня объявлен режим повышенной готовности, в случае объявления какого-то другого режима, режима ЧАЭС, раз совершенно другие у нас выступают меры и подходы к нашим гражданам, которые будут определяться соответствующим перечнем. Совершенно верно вы говорите. Вот вчера принято и на уровне федеральном, а законодательное собрание приняло, да? Там тоже и штрафы, и если последствия будут более тяжелыми, там и другие меры, уголовная ответственность. Поэтому мы должны понимать. Значит, я хотел уточнить по поводу больных, о которых сказали новых, 11. Сколько из них контактных, сколько из них привезли к коронавирусу? Из 11 новых случаев 6 человек – это лица, которые побывали за рубежом, и 5 человек – это контактные с лицами, которым диагноз коронавирусной херстии поставлен был в предыдущий период. Состояние одного пациента средней тяжести, для нас в понимании. Остальные пациенты, у кого-то бессимптомное течение, даже есть на дону. То есть мы имеем результат положительного коронавирусной инфекции, а клинических проявлений нет. Поэтому остальные случаи близко к удовлетворительному. Рассматривались ли какие-то другие методы, кроме пропусков, например, в Тарстане по СМС выходят жители из дома? Мы сегодня рассматриваем тот вариант, который сегодня применяется в Москве. У нас, к сожалению, несколько другие технические возможности на сегодняшний день. Но мы будем стремиться к тому, чтобы выдавать. Если в этом будет необходимость, пропускаться в электронном виде, должны доводиться до людей, у кого есть гаджеты. И если это однобумажный носитель, то все в кодах. Пока этого у нас не применяется. Будет ли продлен режим самоизоляции, покажет время. У нас мы каждый день в рамках ежедневной, уже частной работы, мониторим ситуацию. В 20 часов проходит у нас оперативный штат. Штат, многие из вас там присутствуют. Мы будем действовать по ситуации и корреспондировать свои действия. Ну что, у вас есть федеральный штат? Ну именно, по черту, ежедневно. Потому что по-другому здесь поступить просто невозможно. Наталья Васильевна, я правильно понял, что не все, у кого диагностирован коронавирус, находятся в стационаре. То есть те, кто без симптомов, некоторые дома или я что-то не понимаю. Вы правильно абсолютно поняли. Значит, в соответствии с временным порядком оказания медицинской помощи больным с коронавирусной инфекцией, да, хотел сказать, синдромом коронавирусной инфекции, предусматривается возможность оказания медицинской помощи на дому легких форм заболевания. А сколько человек дома именно? Ну вот на сегодняшний день 4 человека работаются на дому. В ряд регионов российских городов ввели ограничения в работе общественного транспорта. Планируются подобные шаги в Сарат. Сегодня не разу включала норма 1 метр социальной дистанции. У нас что произошло в городе? Из-за того, что пассажиропоток упал, сократилось количество транспорта, которые выезжают на маршрутах. И получается, что автобусы довольно переполненные сейчас ездят. Мы видим эту ситуацию. Вы знаете, что с позавчерашнего дня отменены электрички в аэропорт. Две электрички из пяти. Сегодня мы отменим оставшиеся электрички. И люди будут выбираться собственными. Собственными средствами электрички работают с небой. Мы рассматриваем отмену участия электричек в рамках работы в границах Саратовской области. То, что касается межгорода и внутригородских маршрутов, совместный сценарий Саратов с руководителями наших районных администраций, других городов, которые у нас связаны с Саратовым. В рабочем режиме мы рассматриваем все вопросы по пассажиропотоку. Видим на сегодняшний день, и вы тоже видите, что он сегодня снизился на 60%. Поэтому возить сегодня гонит воздуха на это никакой необходимости нет. Но соблюдать лишь режим дистанцирования, который определенного в полтора все-таки нет, мы его будем безусловно выдерживать. Это работа в таком ручном режиме, если хотите, в каждом режиме, с учетом пассажиропотока на тех или иных направлениях. Звучат посылы граждан в части выезда на дачу. Это будет особенно внимание с учетом теплых дней, которые будут в ближайшее время наблюдаться на территории области с учетом погодных условий. Там будем регулировать и не с учетом пассажиропоток. Можно еще один уточняющий вопрос по процедуре выдачи пропусков. Один день дали оформление документов. Не получится ли так, что сейчас в районных администрациях случится коллапс, потому что люди, то мысли, то мысли, то мысли, то мысли, то мысли. Коллапс там случиться не должен. Время действительно очень ограничено. Откровенно говорю, хочу сказать, что если не успеем, что бы хотелось, чтобы мы успели это сделать именно за эти сутки, то мы отдельно сегодня на штабе, прием решение, может быть, на один день празднования. Но этого бы я не хотелось сделать. Нам нужно оперативно отработать эту ситуацию. Мы находимся в режиме повышенной готовности. Все должны это понимать, почему это делается и для чего это делается в этих условиях. Наша задача сегодня – уменьшить контакт. Чем меньше людей будет в городе, это будет правильно. Если поедут люди в дачу, пожалуйста, едут, но там самоизоляются. Это не говорит о том, что в период весенней подготовки не надо копаться на земле, своем участке. Пожалуйста, ради Бога, но там ограничить свое, так сказать, общение с соседями, устройство каких-то там пикников и праздников. Вот этого делать нельзя. На дачу ехать можно, из дачи вернуться можно, и все это будет проводиться беспрепятственно.